Продолжение следует... Продолжения бывают еще и осложненными. До сложных предложений мы еще с вами не дошли, но сейчас будем говорить об осложненных. Осложненные предложения. Итак, осложненные предложения это такие предложения, в которых существуют группы однородных членов предложения. Что такое однородные члены предложения? Однородные члены предложения, братья мои, это такие члены предложения, которые представляют собой перечень названий одноплановых в том или ином отношении предметов или явлений. Как правило, однородные члены предложения на письме у нас перечисляются, будучи разделяемы запятыми или какими-то союзами. Пример. Однородные члены предложения не соединенные союзами, а просто через запятую перечисленные. На столе лежали письма газеты. На схеме однородные члены предложения рисуются на такой своеобразной вилке. Количество зубцов у этой вилки будет соответствовать количеству однородных членов предложения. Итак, наше предложение. На столе лежали письма, запятая газеты. Подлежащие здесь письма и газеты. Поэтому мы рисуем такую вилку. Письма. Газеты. Дальше у нас основная линия продолжается. Мы отделяем подлежащие от сказуемого. Сказуемые лежали. А где они лежали? На столе. Это у нас обстоятельства места. Однородные члены могут быть соединены неповторяющимися союзами. Например, где-то стоит запятая, а где-то союз. Он надеялся на хитрость, запятая, осторожность и смелость. Подлежащие здесь. Он. Сказуемые. Надеялся. А на что он надеялся? Он надеялся на целую плеяду качеств. Причем предлог-то здесь один. На. А вот дальше мы нарисуем такую вилку. На. Хитрость. Дальше у нас будет идти осторожность. Обратите внимание, сейчас будет важный момент. Союзы мы выносим на отдельный зубец вилки. И. Смелость. Однородные члены предложения у нас графически выделены. Это поможет вам в дальнейшем при составлении плана проповеди. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы специально пока не берем тексты из Библии, потому что у нас еще с вами пока не хватает квалификации для этого. Тексты в Библии, как правило, очень сложные. Там нет простых предложений. Почти совсем. Однородные члены также могут быть соединены повторяющимися союзами. К примеру, вот предложение. С чужими я или рабел, запятая, или важничал. Подлежащее я, а вот сказуемое у нас будет на вилке. Причем все повторяющиеся союзы мы будем помещать на отдельный зубец. Или рабел, или важничал. Обратите внимание, косвенное дополнение с чужими. С кем? Оно выражено творительным падежом с предлогом, поэтому должно бы пойти, конечно же, вниз. Но где поместить вот эту вертикальную черту? Обратите внимание, что она помещается от той горизонтальной черты, которая как бы объединяет еще нашу вилку. То есть от общей горизонтальной черты. Потому что и рабел, и важничал, все это я делал с чужими. Если бы я или рабел, или важничал только с чужими, если бы с чужими я относилась только к какому-то одному слову, тогда мы бы его поместили сюда. Но поскольку относится это косвенное дополнение к целой группе однородных членов, мы рисуем вот здесь вертикальную линию. Однородные члены могут также соединяться попарно. И на схеме это тогда выглядит вообще очень красиво. Например, в лесу дети собирали травы и ягоды, грибы и орехи. На схеме это будет выглядеть очень красиво. Дети. Сказуемое собирали. А что же они собирали? Дальше у нас стоит группа прямых дополнений, выраженных ввинительным падежом без предлога. Но это на самом деле не одна группа, а две группы. Дети собирали травы и ягоды. Это одна группа. И вторая группа. Грибы и орехи. На схеме мы это обозначим вот так. Травы и ягоды. Здесь у нас союза нет. Вот эту пимпочку мы сотрём, чтобы было совсем красиво. Грибы и орехи. Смотрите, какая красота. Ну и, наконец, однородные члены могут быть соединяемы парными союзами. Парные союзы как, так и, не только, но и. Все это на схеме тоже изображается при помощи нашей старой уже знакомой вилки. Простое предложение. Как преподаватели, запятая, так и студенты участвовали в конференции. На схеме это будет выглядеть вот как. как преподаватели, так и студенты. Участвовали. Участвовали где? В конференции. Сократим. Или мы купили не только тетради, но и карандаши. Подлежащие мы сказуемое купили и дальше группа прямых дополнений, соединяющиеся парными союзами. Союз не только тетради, но и карандаши. При однородных членах предложения, братья мои, союзы могут быть соединительными. Союз и, да, да, и, и, ни, ни. Союзы могут передавать противительные отношения, а, но, зато, однако, хотя. Союзы могут передавать и разделительные отношения, или, либо, или, или, либо, либо, то, то, не то, не то, то ли, то ли, не только, но и, как, так и, не столько, сколько, если не, то, не то, чтобы, а, не то, что, а, и так далее. И, конечно же, иногда при однородных членах предложения стоят обобщающие слова. Что такое обобщающие слова? Это существительные, обозначающие общий тип перечисленных предметов и явлений, ну или местоимения. Все, все, многие, многое, никто, и так далее. Например, мы купили мебель, двоеточие, диван, кресло и стулья. Слово мебель здесь обобщающе. Оно обобщает, как бы выражает общую категорию тех однородных членов предложения, которые мы приобрели себе в собственности. Мы купили, мы, подлежащее, купили, что мы купили? Мы купили мебель. на схеме обобщающие слова при однородных членах будут фактически обозначаться так же, как и приложение, обоюдоострой стрелочкой. Мы купили мебель, а дальше стрелочка, обоюдоострая, и потом наша любимая вилка. Диван, кресло и стулья. Ну или такое предложение. Деревья, крыши, скамейки все было белым. Здесь обобщающее слово все. Все. А что все? Деревья. Что еще у нас было? Крыши. Скамейки. Это все у нас было подлежащее. И все это было белым. Составное, именное, сказуемое. Вот, собственно, и все, что касается осложненных предложений. Ну, а мы с вами пойдем дальше. Вперед в следующую лекцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok